Всем привет! По названию видео вы уже знаете, о чем сегодня пойдет речь. Будем рассматривать мои покупки на эту осень. Немножко забегая наперед, скажу, что в основном это будут актуальные базовые вещи. Такие лаконичные, простые, которые очень легко сочетаются между собой и с какими-то супер модными, супер трендовыми вещами, аксессуарами, обувью, чем угодно. В общем, не буду затягивать, давайте поскорее начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуй, мое самое любимое сочетание на осень это беж, коричневый и, возможно, черный. Не слишком светлые вещи, не так быстро пачкаются и при этом смотрятся свежо, очень стильно и в пиромир, как говорится. И первое, что мы обсудим, это лоферы, которые я приобрела в Massimo Dutti буквально на днях. Показала вам в инстаграме, вам очень понравилось. Многие уже поехали и купили свою пару. Но у меня была такая проблема с размером. У меня 37,5 и в основном 37 во всех марках мне жмут, 38 велики. Так что, когда я надела вот эти, они сели идеально, как тапочки, мягчайшие. Кстати, здесь кожа и снаружи, и даже на подошве. И вот это ощущение, когда тебе нигде ничего не давит, и они не шлепают. Вот затмило цену. И потом, когда я присмотрелась к цвету и поняла, что они не черные, а такие шоколадные. Причем, вы знаете, при дневном освещении видно, что это коричневый цвет. А при искусственном освещении они выглядят черными. Мне также очень нравится то, что вот эта металлическая деталь не привлекает на себя слишком много внимания за счет маленького размера и приглушенного цвета. Пока что я не знаю, как долго они мне послужат, но на данный момент я очень-очень довольна своей покупкой. Следующее, что я купила, это укороченные брюки из Pull&Bear. Здесь сверху резинка, и они действительно короткие, если вы возьмете в своем размере, и облегающие. Так заявлено на сайте. Я специально взяла на размер больше, для того, чтобы они сидели свободнее. Мне кажется, что такие брюки не должны обтягивать, потому что тогда они смотрятся, ну, как-то странно, не знаю. В общем, я взяла S-ку, и на мне в примерке вы можете видеть именно этот размер. Брюки классные. Если у вас очень холодно, то вы берете, ну, как, просто прохладнее, чем у нас. Мы вообще ходим еще в футболках. То под такие брюки вы можете спокойно надевать и ботинки Челси, и ботинки Чулки. То есть, что-то потеплее, или с теми же лоферами, с какими-нибудь носками в цвете, которые есть на брюках. Или если вы смелая девушка, то покупайте носочки поярче. Тогда будете смотреться еще более стильно, но я пока что к этому не готова. Брюки мне понравились. Конечно же, они остаются. И еще в примерке на мне вы можете видеть новый тренч, который мы вместе с вами выбирали в шоппинг-влоге. Я его купила в Страдивариусе. Он представлен в трех цветах. И если у вас слишком холодно, и вы не нуждаетесь в тренче сейчас, не хотите, скажем так, тратиться вне сезона, сохраняйте это видео в избранное, и когда наступит зимняя распродажа, отправляйтесь и покупайте супер-классный тренч по более доступной цене. Я не захотела ждать. Мне хотелось купить тренч, который будет сидеть свободно, под который я смогу надевать теплые объемные вещи. Он будет изумительно смотреться и с каблуками, и с обувью на плоском ходу, и с кроссовками. Я считаю, что это одна из лучших покупок за эту осень, которая послужит мне и весной. И единственный момент, в этом тренче нет подкладки. Для меня окей, но просто говорю вам, чтобы вы об этом знали. И последнее из этого наряда, это казалось бы простой свитер. Но мне кажется, что он смотрится дорого в хорошем смысле этого слова. Здесь в составе 80% катона и 20% шерсти. Несмотря на то, что мы снимали примерку тогда, когда за окном было 25 градусов, не было такого ощущения, что хочется поскорее снять, что мне душно, что он колется. Я ничего такого для себя не отметила. Так что, если вам все колется, то, возможно, стоит к нему присмотреться. Если вы ищете базовые водолазки на осень и зиму именно с шерстью, то у марки Benetton есть классные недорогие. Также в коллекции H&M есть вещи и с кашемиром, и с шерстью. И я покупала и в прошлом, и в позапрошлом году водолазки Massimo Dutti. Это не премиальное качество, и там не 100% кашемир. Но, тем не менее, я их ношу уже, вот это будет третий год. С ними, в принципе, все нормально. Они не закатались, они не растянулись. Если их не постирал мой муж в теплой воде, то с ними все нормально. Те, кто со мной давно, знают, что где-то на протяжении трех лет я постоянно говорила, что юбка-плиссе в линии миди – это самое идеальное, что может быть. Все немножко начало меняться где-то весной, когда я стала примерять сатиновые юбки тоже в линии миди, а дальше суперпопулярными стали сатиновые платья. И я купила себе коралловое, поняла, что комбинаций есть так много, и что это настолько универсальная вещь. Я подумала, что хорошо было бы купить черное. Я шла по заре, причем за детской курткой, и я смотрю, висит черное сатиновое платье на тонких бретелях. И я подумала, что это идеальное платье. Вот не только на осень и зиму, потому что в нем прохладно, это понятное дело. Но смотрите, сейчас я буду носить его и с водолазками, и с жакетами, и со свитерами, так как я показывала вам в прошлом влоге, и с рубашкой. И потом, когда наступит весна и лето, я буду носить его просто без ничего. Мало того, это же платье я, к примеру, смогу надеть на праздники, на Новый год, на день рождения, куда угодно, потому что это одна из таких вещей, на которые я раньше не обращала свое внимание. А оказалось, что с ним так интересно играться. И в этот раз я решила показать вам образ, который я составила из рубашки. Ее я купила на распродаже в Zara. У нее красивейший оттенок. Это, я бы сказала, что это фисташковый цвет. И вот сейчас в тренде все цвета земли, то есть максимально натуральные, не ядреные, базовые даже можно сказать. И вот эту рубашку я купила просто так, даже не зная об этом, потому что у нее очень приятный материал. И такие же рубашки есть в постоянной продаже в Zara, в разных цветах. Выбирайте тот, который идет вам или который вам понравится. И я завязала эту рубашку поверх платья, тоже с цветом хаки будет очень красиво выглядеть. И мы с вами были, опять же, на том же шоппинг-влоге. Я сказала, что мне понравилась шляпа. Шляпа сейчас тоже в тренде, но дело даже не в этом. У меня один раз в жизни была шляпа, и она мне очень нравилась. А потом я как-то перестала их носить. Я даже могу сказать, что я немножко стеснялась. В этой я себя чувствую очень уверенно. И я от нее кайфую. Кто бы что ни говорил, мне она нравится. И я буду ее носить. Причем вот этот образ такой и женственный, и дерзкий, и немножко даже ковбойский. Да, ковбойская тема тоже отходит. Но мне нравится. И главное, чтобы то, что носите вы, нравилось вам. Остальное не важно. Так что шляпу я тоже купила. Она из стопроцентной шерсти. На Алиэкспресс есть хороший вариант. У меня подружка недавно покупала. И даже в хаусе. Это тоже польский бренд. Я недавно видела такую красивую серо-коричневую. Я заметила ее после того, как купила свою. Но, в общем, если вы хотите как-то поэкспериментировать, то добавляйте в свой базовый гардероб интересные аксессуары. Также в этом наряде на мне ботинки, которые я купила в Заре. Мы как-то с вами в одном из влогов заглядывали в Зару. И я говорила, что они очень мягкие, они кожаные. И здесь удобная колодка. Невысокий устойчивый каблук. Я бы не сказала, что они прямо очень ковбойские. Да, из-за слегка скошенного каблука есть легкий намек. Но меня, честно говоря, привлекло то, что они облегают ногу именно в этом месте. Все, ну не все, но большинство ботинок Челси или других ботинок, они не прилегают. И за счет этого есть такой диссонанс. Да, я никогда не знаю, как подобрать брюки. И вообще, я искала себе именно такого плана ботинки, которые я могла бы носить вместо ботинок Челков. Потому что, ну, зимой не всегда в них походишь. Даже несмотря на то, что у нас не такие сильные морозы, то не хочется, чтобы ноги промокали. А мне нравится, когда такие прилегающие ботинки я надеваю, например, с юбками Миди, с платьями Миди. И вот, мне кажется, что я нашла те, которые смотрятся хорошо. Так что ботинки такие, как я хотела. И пока что я не замечаю в них никаких минусов. Зарю увидела вот эту мягкую сумку. Я ищу качественную, люксовую, структурированную сумку. Не на один год, не на один сезон. Я даже готова потратиться, но не на Селин. Потому что Селин стоит слишком дорого, можно купить машину. Вы мне советовали сумки от Камелия Рома. Но я увидела вот эту. Кто-то звонит. Извините. Я подумала, что она очень хорошо подойдет для таких расслабленных, немножко рокерских, небрежных нарядов на каждый день. И она довольно вместительная. Еще такой момент. Она может быть как кроссбадди. То есть ее можно повесить через плечо. А можно носить вот так на одном плече. И тогда получается короткая ручка. Она не просто издалека выглядит неплохо, а даже вблизи. И не скажешь, что это эко-кожа. Здесь внутри два отделения и один большой карман на замочке. Удобно. И вы знаете, сейчас в Заре есть очень недорогие, но довольно неплохие базовые сумки. Не вот такие мягкие. Они держат форму. И большие также. Есть и кожаные классные. Я пока что жду со своей дорогой сумкой. Пока не определюсь. Пока я долго не подумаю, стоит или не стоит. Вот буду ходить такими. И что касается еще сумок. Если помните, в прошлом году я купила себе сумку Massimo Dutti. Еще сомневалась, оставлять ее или нет. Но после разбора гардероба я поняла, что она подходит к максимальному количеству всех вещей, которые есть у меня в принципе. Мало того, вот эта часть из крокодила сейчас очень-очень в тренде. Все, что под крокодила, это можно покупать и быть модными. Я ее купила чисто из-за размера, из-за формы. Потому что она скромная, потому что здесь три цвета. Белый, карамельный, вот такой шоколадный. Мне показалась она интересная для того, чтобы носить с монолуками, с вот этими цветами. Опять же, с серыми келотами. Я тогда ее купила и вот думала, да или нет. Сейчас понимаю, что это было очень правильное решение. Если увидите сумочку вот такой простой формы, тоже присмотритесь. Потому что сюда много что помещается. Ее можно носить с какими-нибудь трикотажными костюмами и с более элегантными образами. И вот смотрите, она внутри светленькая. Я не могу сказать, что она прямо сильно затерлась. Здесь светлый замш. И тоже с ней все хорошо. Два отделения и один большой карман на замке. Немножко потерлась вот здесь фурнитура. Но я думаю, что это приключилось бы с каждой, потому что я особо с ней не панькаюсь. То есть обращаюсь с ней как с каждой другой вещью. Что касается верхней одежды, я скажу честно, что я прошлась по магазинам. И поняла, что ничего лучше ни по качеству, ни по крою, чем у Minimax UA я не нашла. У меня есть идеальнейшее серое пальто. Оно с утеплителем. И его я ношу в основном зимой. Поэтому я заказала себе точно такое же, без утеплителя. У меня есть и коричневое пальто, халат от них. Я могу сказать, что я перемирила очень много. И ни одно пальто даже близко не садится так же, как их. И ткани у них совершенно другие. Поэтому я заказала свое пальто. Покажу вам во влоге и делюсь с вами информацией. Если вы ищете хорошее пальто, то стоит заглянуть в них. Насколько я знаю, международная доставка. Если вы еще все никак не можете найти свои идеальные мам джинсы, то зайдите в Бершку, в Pull&Bear или же в Stradivarius. У них джинсы из плотного катона в трех или в четырех расцветках. Потому что есть черные, есть светлые джинсы, темные джинсы и белые раньше были. Не знаю, как в этой коллекции. Возможно, на осени их убрали. Но, слушайте, у них такая средняя посадка, не слишком завышенная. И они не обтягивают ноги. И если высокая девушка, то вам однозначно туда. Потому что я взяла свой 34 размер. И они были такими длинными и свободными в талии, что я взяла 32. Ну, как бы я далеко не 32, давайте не будем преувеличивать. Я все прекрасно понимаю. Говорю вам, что это такая модель. И они еще немножко потянутся. Так что я взяла 32 в надежде, наверное, на то, что они немножко растянутся. Я уже это чувствую. И тогда они будут сидеть более свободно. Взяла черные. Здесь плотный материал. Вот прям такой, знаете, грубый джинс. Но он тянется. И они, знаете, не вытягиваются до безразмерного чего-то. То есть держат форму, но сидят так, как должны сидеть мам джинсы. Для меня это, опять же, основа моего осенне-зимнего гардероба. У меня есть в обычном джинсовом цвете. И вот такую модель я люблю носить и с большими кроссовками, и с ботинками, или с лодочками. Лодочки я показывала вам несколько раз. Я купила их в Заре. У меня есть бежевые лодочки классические в замше. Но они так быстро пачкаются, что в них можно просто, вы знаете, встать, сфотографироваться. Выходить на улицу в них нельзя. То есть до машины или куда-то в ресторан сесть, посидели, все. Но если вы выбираете какую-то базовую модель именно в бежевом цвете, берите в лаке, потому что они дольше посужат. Меня совсем не смущает то, что это не кожа. Они смотрятся классно, стильно. И главное, цвет. Я нигде не могла найти лодочки в таком цвете, именно в бежевом, чтобы он не впадал в розовинку, чтобы они не были светлее, чем мой естественный оттенок кожи. Потому что, ну, какая-то дисгармония. И, ну, это странно, когда ноги темные, а обувь светлая. Как-то я не могла попасть в свой цвет и нашла в Заре за копейки. Так что я сразу же их заказала. Высокий каблук. Я спокойно в них хожу. Ну, конечно, вы понимаете, что на прогулку с маленькими детьми в такой обуви никто не ходит. Но мне нравится иногда вот надеть что-то простое с такими лодочками и пойти на встречу, на работу, на свидание с мужем, в кино. У меня настолько взрослые дети, что я могу ходить даже с ними на таких каблучищах. Но мне пришлось подождать 6 и 4 года. Так что сейчас уже могу. Базовая белая рубашка из Зары. Я уже показывала ее. Но хочу сказать, что ее я буду носить с черной водолазкой. Мне нравится, когда есть такой контраст. Мне нравится то, что она настолько объемная. Она не короткая. Так что в джинсы туда я много чего заправила. И ее можно завязывать поверх платья. И если у вас уже холодно или вам холодно просто в белой рубашке зимой, то попробуйте купить тонкий шерстяной или кашемировый свитер. И надевать, ну не свитер, а водолазку. И надевать под. Это очень стильно. Я насмотрела из картинок в Пинтересте. Это выглядит прям обалденно. Так что я обязательно так буду носить. И в той же бершке я нашла очень хорошие худи из катона. Примерки на мне в черном цвете. Но я взяла и белое, и еще нюдовое. На нюдовом белая надпись. Просто, знаете, это то, что я быстренько надеваю с джинсами, когда отвожу детей в детский сад, когда мы едем в горы. И вообще это настолько удобная вещь. Я люблю носить и поверх рубашек. И вообще, когда не знаешь, что надеть, надеваешь худи. Вообще все свои худи я ношу по много-много лет. У меня есть серое, у меня есть голубое и белое. Ну, я решила взять еще три, потому что они стоят по 12 евро. А потом, когда я буду искать, их однозначно не будет. И буду снова покупать в Levi's и так далее. Вот, кстати, по плотности вообще ничем не отличается от Levi's. И они не синтетические внутри. Когда за окном холодно, я часто ношу кожаные лосины. Есть сейчас объемные брюки, например, в коллекции Zara. Но на мне они смотрятся странно. И я обязательно буду носить их с такими грубыми, тяжелыми ботинками. Я еще не успела достать все свои осенне-зимние вещи. Поэтому в примерке я в ботинках-чулках. Но в идеале я всегда стараюсь выбирать что-то не на каблуке. И сверху у меня зачастую или объемный свитер, или какое-то худи. Мне в таком наряде очень удобно. И смотрится это стильно. И в этом году в Zara есть такие леггинсы в разных расцветках. Но с таким вот, видите, более прочным замком. Что меня очень сильно радует. Кто-то категорически не любит кожаные леггинсы. Но я в них хожу и вот купила себе на этот сезон. Кожаная косуха, в принципе, у меня есть. Хотелось бы более объемную, чуть подлиннее. Не такую приталенную. Я присмотрела в Zara и в Stradivarius. Если вы так же, как я, находитесь в поиске, то отправляйтесь, попримеряйте. Возможно, это та самая. На ней нет никаких дополнительных деталей. Она такая скромная, без шипов. Без ремней, без чего-то там. Вот это вот две, которые мне понравились. И когда уже станет попрохладнее, я буду носить вот такой, как в Польше говорят, кожух. Это синтетический мех. И очень такая странная ситуация, потому что я покупала эту куртку по хорошей скидке в Outlet Mango. А сейчас в актуальной коллекции есть точно такая же. Но я не заметила никакой разницы. И если вам она нравится, девчонки писали, что не можете найти, то сейчас в Mango есть такая же в продаже. Она тепленькая. Я взяла себе на размер больше. Это у меня S. Для того, чтобы под низ я смогла надеть большое худи. И вот эту курточку я вам показывала. Я ее хвалила, и она не смотрится как мешок. Вы знаете, я пересмотрела очень много видео на тему того, что сейчас в тренде. Я аж перенасытилась, но я хотела сказать вот что. Практически никто из блогеров не сказал о том, что на очень-очень большом пике популярности трикотаж, причем не только спортивные костюмы, в которых я живу уже вот второй год, то есть в такой домашней атмосфере, я очень часто хожу именно в трикотажных спортивных костюмах. И в горы, и даже в городе вы можете встретить меня в трикотажном костюме. У меня есть и шерстяные, и такие катоновые. Я их заказывала в СЛР, и мне они очень нравятся по качеству. С ними ничего плохого не произошло, даже если в хлопковых немножко вытягиваются колени, после одного дня очень активной носки, если сидишь постоянно подгибая колени, то после стирки они приходят в обычный вид, они не растягиваются до бесконечности. Так вот, сейчас в моде костюмы и с юбками. У меня тоже такое есть, и шерстяная, и трикотажная юбка. У меня есть еще с прошлого года, и с бенетон. И кюлоты у меня есть трикотажные, серые, из Massimo Dutti. Я все вам это показывала. И сейчас вы можете найти, ну, в каждом магазине. В Massimo Dutti шикарные комплекты. И мне очень нравятся такие комплекты со спортивной обувью, или с какими-то ботинками, и даже с жакетом поверх. Очень-очень стильно, с большими очками. Классно смотрятся. Но я не каждый день модничаю, честно говоря. Поэтому я просто, знаете, когда дома, чтобы мне комфортно было, знаете, уютно, я просто надеваю трикотажные костюмы. И у меня есть серый, у меня есть красный, у меня есть синий. Зачем мне так много? Ну, вот так. Пока могу, покупаю. И купила себе еще вот этот в резерт. Я надевала его раза три. Я вижу, что он чуточку, ну, не то чтобы закатался. Ну, видите, как он выглядит. Возможно, он будет скатываться. Я не могу сказать, но здесь плотный трикотаж. Мне очень нравится сама модель. И я не могу ручаться ни за один бренд. То, что я ношу уже не первый год, я озвучиваю, да, как они себя ведут. Но вот эта вещь мне нравится по цвету прям очень сильно. Я купила себе вот эти кроссовки из Stradivarius белая. Сейчас достану их. И девчонки, мне кажется, что они слишком грубые именно для меня. Так что я буду носить их с New Balance. А то, что мне нравится... Ну, я не могу сказать, что это прям такой глобальный тренд для меня, что я буду покупать и брюки, и жакеты. Кстати, очень красивый юлетовый жакет есть в коллекции H&M в красивенном цвете Camel. У него прям такой пошив добротный. Оставлю вам ссылку. Вообще, все, что я смогу найти, я, как всегда, пропишу в инфобоксе. Ну, то, что я купила себе на распродаже, вы знаете, тоже на каждый день. И мне кажется, что этот тренд не продержится долго, типа там 5 лет, да. И я не буду носить эту куртку так долго, поэтому я не вижу смысла вкладываться. Я купила ее на распродаже в Бершке за недорого. И взяла себе специальный размер M, потому что у них часто укороченные куртки. И если вам нравилась такая дутая рыжая куртка, как у меня, я обязательно буду в ней ходить в этом году. То сейчас, опять же, в Бершке они есть. Немножко в других расцветках, но она классная. Стираю ее просто машинке, с ней все прекрасно. И вот эту куртку я купила, потому что я хотела что-то из верхней одежды в светлом цвете, чтобы не приходилось там ходить постоянно в химчистку, чтобы мне не жалко было. То есть, пройдет несколько лет, и я кому-то передарю эту вещь. Мне будет не жалко с ней попрощаться. Если бы она стоила там 300 евро, скажем, да, я бы себе такую вещь не покупала. Так я заплатила за нее где-то 20 долларов, может даже меньше. И буду с удовольствием ее носить. И вельвет это всегда более уютная, более приятная, более теплая ткань. То, чего не было в примерке, но с удовольствием поделюсь с вами. Это боди из Zara. Я купила себе черное и белое. Белое я уже носила, и оно в стирке. Мне очень нравится пройма. И оно не слишком тонкое. И в области груди здесь еще дополнительная ткань. То есть, ничего не просвечивается. Можете носить даже без белья. И я думала, что боди это не особо удобно. Но сейчас я понимаю, что зря. Потому что мне хочется под кардиганы, под жакеты надевать именно боди. Ничего не выскакивает, ничего не поддувает. Ничего тут не собирается гармошкой. В области груди ничего не торчит. Просто все так очень красиво обтягивает тело. Они есть во всех размерах. И по длине они тоже нормальные. То есть, не сильно впиваются. Но я взяла себе эску для того, чтобы не сильно обтягивала. Чтобы я не выглядела как колбаса в этом. Но я не знаю. Иксес я даже не примеряла. Взяла, потому что мне показалось, что они прикольные. Сейчас вижу, что они на многих девчонках-стилистах и блогерах. И я просто узнаю издалека. Возможно, это другой бренд. Но говорю, что в Заре купила. И мне они нравятся по качеству. На этом у меня все. Я старалась максимально подробно все рассказать. Поболтать с вами, как с подругами, по ту сторону экрана. Я надеюсь, что вам было интересно. Что вы вдохновились на осень. Я также планирую осень. Такое теплое, уютное видео. Пока что все продумываю. И готовлюсь. Я еще порадую вас этой осенью. И не только. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх. Я очень старалась. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.